Всем, кто включил это видео, здравствуйте! Добро пожаловать на канал! Спасибо, что заглянули в гости. У нас сегодня суббота, завтра воскресенье и завтра Пасха. Ага, вот я вот закухонная. Все, кто верит в воскрешение Христа, поздравляю с этим праздником. Пускай в вашей жизни будет место чудеса. Вера ваша, пускай, не слабеет и жизнь не только улучшается. Я оставлю готовить кушать. Вообще я на кухне. И мне помогает Елисей, потому что сегодня он вежурный по кухне. Миша убирает комнату. Мы наконец-то пока что поставили шкафы. Если что, потом переставим. Ставлю мясо вариться на холодец. Здесь у меня галенка келячья и галенка свиная, вернее, рулька. И окорочком. Два четвертинки. Холодные. Ставлю вариться мясо на холодец и ставлю опару на паски. Здесь на столе уже подошла опара. Буду перекладывать ее сюда, хотя кастрюля кажется маленькая. Здесь я взбила яйца с сахаром. Здесь масло порезала. И сливки. Чуть-чуть подогреваю, чтобы они не мешали тесту подходить. Паски у меня будут в общей сложности. Получается, здесь пол-литра молока на опару, пол-литра сливок. И масло вместе с яйцами тоже где-то будет чуть-чуть больше, чем пол-литра. То есть на полтора литра жидкости. Все, буду все добавлять. Миш, можешь подержать мне? Вот это сюда. Как держать мне? Пара сильно подошла, потому что дрожжей-то много. Сколько? 11-11. 30 грамм где-то дрожжей. 11 грамм это на килограмм муки, а 30 на 3 килограмма муки. Это я так прикинула, потому что на полтора литра жидкости. Я вот так вот один раз опара подошла. И все, я сейчас сразу же буду замешивать тесто. Яйца добавляю. Яйца уже немного с сахаром. Классните свет кто-то. Свет просила кладку. Уже я поняла. Я, если честно, хочу еще потереть цедру лимона, но боюсь, что не понравится моим родным. Или потереть, как думаешь? В тесто? Да. В никаком случае. Почему? Потому что. Это классика. О чем я и говорила. Классика жанра нас интересует. И сейчас начнется длительный процесс замеса. Месить буду где-то 30 минут вымешивать. Я забыла, кстати, налить масло подсолнечного немножко. И уксуса ложку. Надо, наверное, сейчас. Всегда вот в хлеб бабушка добавляла. В хлеб и в Пасхе бабушка нас добавляла чайную ложку уксуса и подсолнечное масло. Уксус, чтобы не крошился сильно. Сейчас прям сверху налью. Последние минуты вымешиваю. Уже оно тугое. Я устала. У меня тут, знаете, как я и перемесить боюсь. Хотя тесто не перемесишь. И не домесить. Потому что оно будет глывкое такое. И когда оно уже готово, то вот так вот. Оно вот отсюда, миш, сними. Получается, когда вот так подбираешь, надавливаешь, то оно вот тут вот прям... Нет, вот так положи камеру. Получается, когда оно готово, то вот так, когда поджимаешь, оно вот тут вот ошрепаться должно вот тут по краям. Вот видите, вот это вот уже показывает, что уже все. Оно как разрывается прям хорошо. Так волокна тянутся. Оно чуть выше вот отсюда тоже от рук так отходит уже. Видите, прям лопается, расходится. Это значит, вымешано хорошо. Вот. А когда оно не вымешано, то нету вот этих таких рыхлых прям. Оно просто как ползет. Все. А еще один метод. Вот так вот. Ком переворачивает. Оно вот. И вот тут вот если давишь, оно прям уже тугенькое. Оно быстро всходит. Уже глубоко не продавишь. И оно сразу выравнивается. Все. Последнюю муку вымешиваю и оставляю на столе где-то на час. Оно подходит. Муку больше добавлять не буду. Потом буду формировать паски. Уже с помощью подсолнечного масла. Тесто у меня подходит. Еще ему стоять где-то полчаса. А у меня маленькое событие произошло. Мальчики, кстати, убрали комнату более мягко. Мальчики, а я. Ой, извините. Миша убрал комнату. Миша нервничает, потому что он хотел, чтобы они с Елисеем убирали комнату. Цветы у меня бедные. Миша хотел, чтобы они с Елисеем убирали комнату. Но я сказала, что нет. Просто такая ситуация, что когда они вдвоем убирают комнату, то спросить не с кого. Если все плохо, то виноват Елисея. Если все хорошо, то Миша молодец. И наоборот, никогда не бывает. Ну ты хоть раз сказал, мы убирали вдвоем комнату, Елисей так круто убрал. Ты все, что хорошо, это сделал ты. Это неправда. Это правда. А все, что плохо, это Елисей. Вот лежит дедина здоровый, сердитый, за то, чтобы он эту комнату убирал. Но ничего. Викуся жарит яичницу. Это что? Ясик, что это? Что ты? Зайчик, ты ее дразнишь. Ты зайчик? Тебя Миша дразнит, да? А ну, лови. Давай, давай. Давай, хищница, давай. Смотри, что там. Опа, 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 опа. Обои же. Это да. А кто это уже взялся жирной рукой? Смотри, Михась, что ты сделал. Твоя рука. Отпусти, ну не мучай, Михась. Поцарапай его, поцарапай. Царапни его. Хорошая комнатка выходит. Такая хорошая комната выходит. Я не знаю, бывает ли у вас так, или у кого бывает. Напишите. Я вот захожу в комнату, я понимаю, что здесь окно, здесь еще все не устроено. Но я вижу конечный результат. Вот я конкретно, я прям вижу эту картинку. И это не я ее не насильно в себя впихиваю. А вот я захожу и вижу, я вижу здесь белый стол. Здесь кактусы в серых горшках. Здесь полки. Полки с хорошими такими, ну, сзади тоже такие подставки, чтобы ничего не валилось. Здесь римские шторы. Я прям вижу это. Вот я эту комнату вижу уже готовую. Кровати две. Белый шкаф. Единственное, что не пойму, покрасить его или обклеить самоклейкой. Больше склоняюсь к тому, чтобы покрасить. У меня уже есть опыт покраски мебели. Я красила дома акриловой краской. И нормально все выходит, если вариком и если сначала грунтовкой пройтись. В общем, обезжирить хорошо. И вот так вот я, вот так вот, что у меня вот я захожу. Мне почему и не стыдно показывать. Такой незавершенный вид. Там, знаете, вот еще все так в полузделанном виде. Потому что я как будто захожу и вижу уже готовый вид. Ну и вот сейчас будем просчитывать стол. Миша все просчитает. Я ему нарисую. И заказывать на распиле. Просто на распиле тоже долго ждать, когда распилят все. А собирать Миша сам будет. И кровать Михаилу будет тоже Миша сам собирать. А кровать решили диван выбрасываем. Его уже не продать. Эта кровать уйдет Елисею. А Михаилу Миша сделает длиннее кровать. Бо Миша сюда не помещается в стандартные размеры кровати. У меня очень классно подошло тесто. Уже оно аж репнуло. И я сейчас прошу Мишу занавесить вот здесь проход с кухни. Потому что он у нас открытый. И получается, я прошу там что-то повесить. Как-то это сделать. Потому что что я готовлю. То, что если я что-то жарю, запах идет туда. Если что-то пригорело, тоже нехорошо. А если вот мне нужно здесь сейчас тепло. Потому что я тесто буду формировать уже в формочки. Раскладывать. И мне нужно здесь тепло. Я включу духовку на маленький, температуру маленькую. Поставлю на стулья противень. И, ну, в общем, прошу закрыть. Там будем думать. И дети не любят цукаты. Поэтому вместо цукатов я желейные конфеты режу. Тесто буду делить пополам. Половина теста будет с желейками. Половина с инзюмом. Продолжение следует... Теперь маленькие пасочки. Я их просто вот так вот шариками. Деваю такие бульбашки. Мои цветы растут, цветут и радуют глаз. Анютины глазки похучие. Вот эти вот. Тут еще сурфения, питунья. Холодно, поэтому ей трудно живется. Сейчас очень холодно. Вот эти анютины глазки я хочу засушить. Потом покажу, как. Я потеряла свой пакетик с лобелией. Поэтому хотела вот туда еще высадить, высеять. Посеять лобелию. Но не могу найти пакет. Поэтому пока здесь вот так скромненько ветер ломает. Но думаю, что все приживется. И будет себе расти. Это анютины глазки. Когда цветут, то здесь вот по краям я высажу тоже плетущееся что-то. Падающее такое. Пока гляньте, какие красивые. Зайки. Это Алиса. А это Плектрантус. А еще я хотела бы высадить ипомею. Это такие батат. Это такие тоже лианы большие. Но я пока не нашла.